Всем привет! Мы сегодня приехали на гору Тамбарин и хотим посмотреть, что из себя представляет этот национальный парк. Джунгли, не джунгли и что тут вообще происходит. В общем, носом поводить. Если интересно, то оставайтесь со мной, посмотрим что-нибудь интересненькое. В общем, видите, здесь вот такая вот тропа. Здесь достаточно скользко, кстати, потому что два дня были дождей, я все не могла дождаться. И даже будет более-менее погода, чтобы сюда приехать. А здесь, правда, да, заросли, я не знаю, что это, папоротник? Вот бы ботаники меня поправили, потому что я такая дама. Прямо в настоящем лесу, как круто, вообще супер. Ну, конечно же, здесь есть комарики, но только не как в наших российских лесах. Видите, прикол. В общем, мы сюда приехали с Михаилом, естественно же, и его сестру. Она еще у нас до сих пор гостит. И, в общем, они так пошли немножечко вперед. Я сзади, пока там снимаю фотографии и тому подобное. Смотрю, возвращаются, думаю, нет, тупика не может быть. А они мне. Ну все, мы уже нагулялись, в общем, и будем тебя в машине ждать. Прикиньте, короче, такие мега-туристы. Ну, они любят такое, чтобы комфортик был там и все такое остальное. Но я, конечно, ничего против комфортик это не имею. Но мне вот хочется и по лесам, по долам полазить, посмотреть и так далее. Ну, потому что, потому что нравится мне. Ну, так вот. Так что, в общем, эти туристы слились после двух минут буквально прогулки. Ну, я спешить не собираюсь. Прогуляю сколько мне нужно по времени, а не пускай там своими делами заниматься, чем они там хотели заниматься. Так что вот так вот. Кстати, смотрите, какой огромный пень сзади. Вообще, да? Вообще здесь, конечно... Как я давно не бывала в лесах. Обычных наших, русских. А здесь так уж тем более. Потому что, ну, в Ростове как-то мне не доводилось вообще там нигде бывать в этих лесах. Никаких там ни грибов, ничего такого там не растет. Я имею в виду там никаких подберезовиков, белых и тому подобное. Поэтому, что по понту туда ходить, ни ягод, там ничего нет. Поэтому не бывала я на протяжении, я не знаю, скольки лет. Поэтому мне, конечно, кайф тут пошляться погулять. Так что так вот. В общем, пошла дальше. Какой чудесный пень, какой чудесный день, какой чудесный я и песенка моя. Кстати, что я решила. Пока что, знаете что, пока что буду прогуливаться здесь. Чего бы мне за кадром не повещать и не поотвечать на некоторые из вопросов. Правильно? Потому что вечная... Ой, гляньте какая. Гирлянда тут висит. Потому что то видео, в котором я просила, типа, оставляйте вопросы и так далее. Оно было уже сто лет назад. И я как всегда, вот знаете. Теперь больше так не буду делать. Потому что вот хочешь, как бы, поотвечать на вопросы, да, грубо говоря. Ну как, ну как бы, точнее узнать, что интересно зрителей, что интересует. То ты давай, значит, тогда и отвечай сразу же. А я же, ну в общем, все вот это ж навалилось. Навалились, главным образом, праздники, знаете. Вот. И поэтому я что-то тут так затормозилась. Я, наверное, знаете, не по порядку, а вот сейчас конкретно схожу, отвечу девочке, Соне. Привет, Соня. И привет, мама Сони. Привет, две красавицы. Они, значит, эти две девочки будут переезжать скоро в наш штат, в Квинсленд. Я так понимаю, что уже в этом году. И она у меня еще вопрос задавала, я не знаю, наверное. Короче, месяцев пять, наверное, назад точно. Или полгода вообще назад. О том, какая вообще зима в этом штате. И что стоит с собой брать. Какие вещи зимние, какие не нужно. Там сапоги не нужны, не нужны и так далее. Ну, как бы, знаете, понятно, что можно все купить здесь, да. Но просто все равно. Есть же вот какие-нибудь такие суперлюбимые вещи, без которых ты вообще обходиться не можешь. Вот. И прям вот жить не можешь, действительно. Вот. И хочется с собой взять. И вдруг это все не понадобится. Просто меня потерзали те же самые вообще мысли, когда я собиралась. Поэтому я, конечно же, ей пообещала еще тогда, что я сниму вообще даже видео на эту тему. Ну, в общем, короче, не срослось у меня. Но так как я не люблю давать обещания и их не выполнять, то я, в общем, сейчас отвечаю. Соня, ну, сори, что так вообще поздно. Я надеюсь, что еще вы там в России. И вот, и будете переезжать буквально через несколько месяцев. Короче, я тут блаблакаю, как всегда. В общем, ой, скользко. В общем, как сказать. В этом штате, значит, по крайней мере, я здесь была одну зиму. И была из зимы всего один месяц. Первый месяц, это июнь. Вот. Кто еще, кстати говоря, некоторые люди не знают. Это вот какой здоровый огромный папоротник вообще. То в Австралии все наоборот. Потому что мне девочка недавно написала, она не в курсе была. В общем, когда в России зима, то здесь лето. Вот, допустим, сейчас месяц какой там, январь. Это второй месяц лета здесь в Австралии. Так вот, в общем, мы были в июне. А дальше же мы в Таиланд уехали в начале июля. Вот, поэтому, но все равно я могу судить. Потому что, ну, потому что все остальные месяцы примерно точно такая же погода, как и в первой. Там нету такого, что холоднее и холоднее становится или типа такого, да. Вот, как, допустим, в России самый холодный месяц в феврале. Так вот, значит, дело в том, что большой, как бы, такой минус лично для меня в Австралии здесь, да, и, допустим, в этом штате. Я вообще там молчу про Мельбурн, вот, потому что там, мне кажется, холоднее еще. Вот, так вот, температура, температура где-то, ну, самая низкая, которая была, это где-то, на моей памяти, по-моему, плюс 10 градусов, вот, зима. Но, казалось бы, ой, теплотища там, все такое остальное. Дело в том, что дома и квартиры здесь в Австралии вообще не отапливаются. И, то есть, ну, то, что у вас там кондиционеры эти стоят, и вы поставите их на тепло, понту с них вообще нету. Потому что, ну, как бы, он обогреет, да, поддует там что-то, и все, буквально через, там, через некоторое время, короткое время причем, вся эта квартира, она остывает, и снова морозище. При всем, при том, что я совершенно нифига не мерзлячка, посмотрите на это дерево, обалдеть. Вот. При всем, при том, что я не мерзлячка, я здесь вообще как цуцик. Просто, мне было постоянно холодно. Мне нужна была машина, чтобы была постоянно на обогреве. Вот вообще, понимаете, гляньте, какие корни, да? Вообще, ох, ядрен батон. А в Зеландии еще круче деревья. Там вообще, ух, 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 ух. Так вот. Очень часто такое бывало, что в квартире даже на 1-2 градуса температура ниже, чем на улице. То есть, иногда вот из квартиры выходишь, и кажется тебе, что на улице еще и теплее даже. По одной простой причине, потому что не отапливается. А ночью эта температура тоже падает. И где-то даже до плюс 5 градусов. То есть, представьте вообще, какой морозильник. В общем, я дома ходила, мерзла. Просто. Мне... Вот я помню эти ощущения, что я еще думала, блин, может, правда, там перчатки, короче, купить себе еще, чтобы по дому ходить в перчатках. И еще раз подчеркну, что я не мерзлячка. Вот. То есть, я очень с такой, как бы, нежностью вспоминала свои все сапожки. Ну, конечно же, не на меху, которая не зимняя. Но, тем не менее, там замшевые, думаю, я бы вот здесь-то самое тема в них ходить. Потому что, ну, замша для Ростова, это вообще сразу же убить. Можно сапоги и все. Это только если вы, ну, по воздуху летаете, тогда можно. Вот. В общем, короче, короче, холодно. Для меня было холодно. И я постоянно куталась в какие-то там кардиганы, в этот шарф. Помните, я показывала шарф, что я даже вязала, потому что мне холодно. И по дому я ходила в очень теплых штанах, в таких, блин, с начесом конкретным. В такой, как бы, флисовой штуковине, тоже, как этот, типа свитшота, что ли. Вот. В носках, потом еще я и вот эти вот сапоги себе домашние купила. Потому что было очень холодно, я вам серьезно говорю. И вот ужасно было, когда ложишься в холодную кровать, особенно если спать идешь. Это, конечно, тоже вообще, блин, ядрен батон. Так что, Соня, берите, знаете что, берите сапоги теми сезонные, если есть какие-то свои там самые любимые. Такие. Вот. Потом, значит, что колготки, я так думаю, что не нужны вам тут будут все-таки. Вот. Но, тем не менее, такие, как бы, жакеты, кардиганы, их очень даже можно и замечательно взять с собой. Так же шарфики какие-то. В общем, как бы, типа не холодно, но за счет того, что нету отопления в квартире. То есть, вот представьте, да, допустим, в Ростове всегда, когда... Ну, там 15 октября отопительный сезон включает. Как это включает? Начинает действовать, как это сказать. Вот. И если еще, например, на улице достаточно тепло, то могли и позже включить. Вот. Но уже когда там сколько? 15 градусов, если на улице держится достаточно долго, то уже включали, значит, отопление. А тут представьте, вся зима так вот. И вот просто представьте вот это вот ощущение межсезонья, когда, да, когда уже вроде бы и ждешь, чтобы включили. Знаете, дерево тоже. Да, вот это вот. Ух. Высоченное просто, слушайте. Обалдеть. Тут даже, кстати, не видно. Вот он. Вот этот вот ствол. Обалдеть. Вот. И вот это вот мерзкое ощущение в межсезонье, да, когда уже, блин, когда уже включат быстрее. Это отопление. Ну, что, чтобы дома тепленько, не зябко было, не промозгло как-то вот так вот. Хотя я бы не сказала, что здесь как-то там влажность или еще что-то нормально. Ну, вот мне было холодно. Поэтому я вот очень даже вспоминала свои там какие-то куртки и кардиганы теплые вместе с сапогами. Поэтому поеду, когда тоже нужно будет парочку обуви чего-то забрать. В общем, вот так вот. Вот оно, вот это вот деревище. Миша там, наверное, сидит и вообще умирает. Все ж ему волнительно, как я тут одна буду ходить. Ничего. А еще тоже вот одна девушка у меня спрашивала. Как вообще здесь вот в таком как бы жарком климате, летом, да, пользуются люди парфюмом? Интересный такой вопрос. Я вообще про это даже и не задумывалась. Вот как раз тоже хочу ответить. В общем, я ей, конечно, написала. Ну, просто, может быть, заинтересует еще кого-то. Конечно же, пользуются, но не так вообще часто, как мы, россияне. Когда там с утра не побрызгался, вроде бы и чего-то не хватает. Хотя это не про меня. Я вообще парфюмом никаким не пользуюсь. Совершенно. Он мне как-то вообще до одного места. Одно время было, я думала, блин, ну я же девочка, нужно же купить и поставить, чтобы хотя бы одна какая-то там водичка была и там брызгаться и все такое остальное. Какие камни, да, красиво. Надо здесь остановиться, фотку сделать. Вот. Ну, как-то она у меня простояла. Несколько раз я побрызгалась, а потом буквально вообще забила на это дело. И она у меня... Что у меня там с ней случилось? В общем, забыла я про нее. И она потом практически у меня испортилась, что ли. Как-то так вот было. Вот. Но здесь в основном, когда идут куда-то, выходят на выходные, люди пользуются парфюмом. Вот. Какие-нибудь ресторанчики и тому подобное. А так, в принципе, среди недели пользуются. Ну, у меня вот Миша, допустим, иногда брызгается. Не всегда. Вот. То есть, да, пользуются и как бы не влияет это. Климат, не климат. И так далее. Ну, потому что... Вы ж тоже, да, наверное, кто любители парфюмов, тоже ж наверняка летом просто меняете на более такие легкие ароматы и все. Правильно ж я говорю? В общем, вот так вот. В общем, так как тут ничего особенного пока что нету. Здесь где-то есть, должен быть водопад. То я решила просто тупо на телефоне открыть свое-то видео, в котором я спрашивала у вас то, что интересует. Пишите в комментариях, буду отвечать. И решила посмотреть еще вопросик. В общем, сделаем такое видео, получается, что не про местную вот эту вот гору, да, с ее джунглями, какими-то интересными растениями. А ответы на ваши вопросы. Ну и что? Какая разница? Я так думаю, вы не против прогуляться по лесу. Вместе со мной. Так вот, значит, Лилек наш кулинар знатный из Франции. Она спрашивала о ядовитых всяких живностях, которые здесь обитают. И также Ирина Ривьера еще, да, спрашивала про это же. Еще, по-моему, и Руська. Beauty Benefits. В общем, девочки, да. Да, тут, конечно же, все, у кого, каждого, кого не возьми, они все достаточно ядовитые. Медузы, значит, в океане не ядовитые. Акулы тут, значит, водятся. И при всем при том, что вроде бы акула где-то там, да, и что-то может случиться. Но, тем не менее, это случаи достаточно и совсем нередкостные. Вот, там за год, может, допустим, по-моему, что-то говорили, как-то 4 человека, что ли, погибло от акулы. Ну, тоже, да, немало. Вроде 4 человека. Но, тем не менее. Вот. Значит, по поводу, особенно девочек интересовал вопрос по поводу пауков и змей. Змеи здесь тоже ядрен батон. Конечно же, ссори за дышку. При ходьбе-то, блин, она появляется как-то на камере причем. Так вроде идешь, не слышишь, а так вообще. В общем, уже простите меня. Короче, змей, да, змей здесь ядовитый. Особенно самая такая ядовитая, это бурая змея. От ее укуса, по-моему, через 15 минут каюк уже. Никто вам не поможет и ничего не случится. В общем, хорошего уже с вами. Вот. Дальше, значит, пауки. Пауки тоже ядовитые. И помните, я вот показывала в одном из видео паучка. Ну, короче, видела я с Михаилом как-то ездила. Дом тоже, он мне говорит, поехали со мной за компанию. Дом на продажу. Я там бобродила, я там не стала ничего снимать. Но я увидела паучка. И вот он был больше, чем вот тот, что на видео. И сидел он на своей паутинке. А паутинка была, знаете, где свита. Как это, бэкьярд вот называется. Как бы задний, ну не двор, а вот, знаете, как бы, как у нас, как у нас веранда, да, терраса, только вот сзади дома. И вот там вот он очень радостно себе, значит, домик построил и проживает. Вот он гораздо больше. Ну, я представляю, вообще, конечно, такая фигня, блин, заползет в дом. Я бы вообще с ума бы сошла, конечно. Это я тогда в том ролике подошла как можно ближе. Но мне так хотелось снять, серьезно. Потом девочки мне написали, что, блин, вот ты смелая, я бы не пошла. Да я бы тоже не пошла. Но мне так хотелось потрогать эту паутину. Показать вам вообще. Вот. Так что, в принципе, кого не возьми, здесь все ядовитые. И пока я тут вот гуляю, болтаю, мне уже Михаил позвонил и спросил, я там в порядке, нормально все со мной или нет. Хотя, вообще, я здесь всего вот 20 минут. Или 25, сколько я тут нахожусь. Так что вот так вот, да, девочки, тут просто, блин, ядрен батон. Следить и следить нужно. Кстати, про медуз. Тоже, когда я первый раз сюда приехала, мы там что-то по пляжу прогуливались. Ой, и они все были на берегу почему-то в тот раз. Как-то вот они валялись там. Ну, понятно, что они уже на мертвых, наверное, были, да. Во-первых, их размер поражает просто. Они, наверное, в диаметр были сантиметров 20. Причем я как бы не преувеличиваю, когда, как рыбаки там показывают, какую они рыбу поймали. Я серьезно всегда. Более адекватно пытаюсь размеры все указать и так далее. В общем, короче, очень большие. И буквально мне нужно было смотреть под ноги, чтобы на одну из них не наступить. Я наших-то, блин, терпеть не могу. А этих тем более. И, кстати, один раз Катя из Сицилии, Катя медуза-роза, вот она показывала укус. Не укус, как ее вот эта вот ядовитая медуза ужалила. У нее до сих пор есть на руке шрам. Так что, девочки, знаете что, тем более я ни в какой океан не полезу. Нафиг он мне не нужен. Я понимаю, что тут вот есть спасатели, если что, и так далее. Вау! Гляньте. Но лезть лишний раз мне не хочется. Тем более, я говорила, что-то нет желания у меня. Так что вот так вот, ребята. Пауки могут, конечно же, и в дом забраться. Потому что тот, вот видите, на бэкьярде сидел себе и себя прекрасно ощущал. А как раз тоже, опять возвращаясь к моему ролику с пауком, я говорила там, что Миша буквально там на днях видел гораздо большего паучищу. И он сказал, что он упал там куда-то на стол или что-то такое, куда-то сверху. И, конечно же, в общем, клиентики быстро передумали этот дом покупать. Так что так, и змеи, да. Змеи, конечно, могут и в дом забираться. Показывали, значит, там на фейсбуке. Он мне тоже показывал у него какие-то там друзья, что ли, или не помню, клиент, может быть. Как раз-таки показывал фотографию, значит, свою опубликовал, что змея залезла к ним в дом, заползла. И вот он ее подцепил, значит, там на какую-то длинную палку, шест такой вот. И вот она вот обвелась, и быстрее там кто-то сфоткал, видимо, в этот момент. Так что все могут, могут заползти и так далее. Блин, я что-то уже начинаю очковать, потому что я тут хожу по такому месту, знаете, блин. Как-то, в общем-то, не сильно весело становится. А насчет Ирина, вот что говорила, эти комары-то, она где-то там прочитала, что не могут быть переносчиками всяких болезней и все такое остальное. Ира, ну, ничего не знаю. Как бы я то, что не знаю, я не говорю. Вот. Поэтому ничего не могу сказать. Но все, кого не возьми, все тут ядовитые, короче. А какие тут, как они называются, летучие мыши? Их размеры, это ой-ой-ой, это просто. Но я как-нибудь вам в другом видео, конечно же, покажу, не буду. Ой, они просто. И вечером они начинают, естественно, все кружить. Так что вот так вот. В общем, я, наверное, там наболтала кучу миллионов всего. Поэтому я сейчас закрываюсь. Закругляюсь. И буду с вами пока что прощаться. В общем, если найду водопад, то я вам его покажу. Ну, если нет, то тогда, в общем, такое дурацкое видео получилось. И, ну, что сказать. В общем, да, такое дурацкое видео получилось. Какое-то собиралась я тут. Ну, что-то я побольше ожидала, как бы, что я тут прям покажу вам что-то интересное. А так, просто бродить по лесу, так, конечно же, вам эти пейзажи тут неинтересны будут. Единственное, что я же говорю, вот. Классно, что я совместила ответы на вопросы. И как раз-таки местные деревца и тропы вам показала. В общем, ой, что-то, наверное, поблескивает у меня под носиком, как сопельки. В общем, я с вами прощаюсь. Спасибо всем за внимание. Пока.